Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Вы не поверите, но я снимаю видео всего в 4, и уже в 4 начинает темнеть. Я решила уже включить искусственное освещение, потому что, например, я сижу 20 минут, уже потихоньку будет темнеть. В общем, неудобно, ужасно. День стал такой короткий. У меня такое ощущение, что никогда такого не было. Я встаю еще поздно. Встаю где-то в 12, потому что до 4 часов ночи я рисую бумажные сюрпризы, чтобы через день у вас было видео. Честно, очень много времени занимает второй бумажный канал. Очень много. Не то, что я жалуюсь, мне в кайф это все делать, но просто для информации чисто. Поэтому я встаю поздно. Вот я сегодня встала туда-сюда, накрасила, сняла видео для бумажного канала. И все, время уже 4. У нас сегодня хинькал. Одно дело грузинский хинькал, а это лесгинский хинькал. Обожаю, это настолько вкусно. Вот все просят разнообразие. У меня на канале всего один раз был плов. Я для вас сняла плов. Как вы думаете, сколько просмотров на этом видео? Правильно, очень мало. Всего 30 тысяч. А как только суши снимешь, все смотрят. Вчера мы наконец-то решили вызвать клининг. Мама уже в который раз мне говорит, что надо помыть диваны и кресла. Нашли самый популярный клининг. Позвонили. Нам сказали цену. Мы согласились, вызвали. Зачем я это рассказываю? Просто чисто получить от вас ваш совет. Такая немножко неприятная ситуация получилась. В общем, рассказываю. Вызвали мы клининг. Нам сказали стоимость. Мы сказали окей. Где-то через час они приехали. Ну как они? Была одна девушка. И мужчина, который привез все необходимое оборудование, привез ее девушку, взял у нас деньги. Распишитесь здесь, здесь. Мама расписалась. И сказать, что у нас на диване были какие-то жирные пятна, какие-то, не знаю, следы краски, еще что-то. Просто у нас диван двухцветный. Одна сторона коричневая, другая бежевая. Естественно, где бежевая часть, коричневая она абсолютно чистая была. А вот бежевая часть, она немножко кое-где была грязная. Девушка, как увидела диван, сказала, ну постараемся все это отмыть. Начала все это делать. И в процессе работы мама тоже была рядом, помогала там кое-чем. Она рассказывала, что иногда, например, материал дивана такой, что это отмыть невозможно. А люди это не понимают и жалуются на ее работу. И вследствие из этих жалоб 30% ее зарплаты срезают. А еще заставляют повторно приехать и опять же помыть этот диван. Короче, девушка изначально очень давила на жалость, что, мол, вот если не отмоется, вы как бы сами поймите, что я делаю все, что я могу. Вот оборудование, у меня вот химические средства. Я видео монтировала, мне, честно, некогда было с ней сидеть, это все по рассказам мамы. Вот. И она вроде как час, даже где-то полтора потратила на это все. Но пока диван мокрый, непонятно, он отмылся или нет. В сыром виде он выглядел еще хуже, чем был изначально, если честно. Я вам вставлю кадры, вот это вот уже высохший вариант. Посмотрите, какие пятна появились на диване. Не то, что пятна, вот эти проплешины, их вообще изначально не было. То есть, понятное дело, возможно, внутри дивана осела пыль или еще что-то, когда его мыли, эта пыль, наверное, вышла наружу. Я не знаю, я не профи. Но я просто в рекламах видела, что, например, черный диван, серый диван. Так вот проходится, и он становится белым. И мы как бы хотели увидеть, ну, что-то похожее на это. Но, если честно, диван в результате стал еще хуже, чем был изначально. Вот. Она ушла, мы как бы в надеждах. Хотели, чтобы когда он высох, выглядел как бы более-менее. Ну, если честно, нет, он стал выглядеть еще хуже. Девушка сказала, что это зависит от материала дивана. Наверное, у вас такой неотмывающийся материал. Но мне кажется, если этот материал не отмоется, вы же специалист в этой области, правильно? Вы должны сразу сказать, вот вы платите деньги. Все-таки деньги достаются нам всем с трудом. Вы должны сказать, помыть этот диван я помою. А вот это вот не отмоется, например. А я потом уже решу, стоит ли мне платить деньги за это. Мама говорит, ой, не надо, ой, да ладно, жалко девушку. Она на такой сложной работе работает. Еще ей с работы там, не знаю, зарплату срежут из-за нас. Я согласна с вами. Я согласна с мамой. У меня просто вопрос к вам, мои хорошие. Возможно, среди вас тоже есть люди, которые вызывали клининг. И, возможно, это все маркетинговые ходы рекламы. И, на самом деле, диваны невозможно отмыть до такой степени, как в рекламах. Просто по факту я заплатила деньги, а диван выглядит еще хуже, чем были. Плюс еще мама говорит, не жалуйся никуда, ничего не говори. Жалко девочку. Мне тоже жалко, конечно, я понимаю. Мама там чаем угостила, посидели они, чай попили с тортиком. У меня просто вопрос, мои хорошие, к вам. По-любому среди вас есть люди, которые сталкивались с этой проблемой. Я предлагаю маме вызвать какой-то другой клининг. А мама говорит, давай уже забьем на эту, купим чехлы. И уже диваны будут с чехлами у нас. Просто если изначально я бы покупала чехлы, зачем я столько денег платила за помывку дивана и кресел. Вообще, знаете, изначально надо было заказать только одно кресло. Пусть помоют, посмотри на результат, устраивает тебя. Если да, уже дальше и диван, и кресло. Если вы подумаете, что мы просто нашли какого-то человека, который стоял на улице с плакатом, что мою диван, и мы такие погнали к нам. Нет, это серьезная компания, которая даже нам перезвонила и спросила, ну как у вас там диваны? Мама сказала, если честно, диваны вообще не отмылись. Но это не вина девушки. Не ругайте ее. Она свою работу выполнила просто супер. Услуга эта стоит недешево, сразу вам скажу. Вот, поэтому немножко неприятно. За эти деньги, например, я могла бы себе что-то купить. А получается, просто так испортили диваны. Ну, возможно, я слишком как-то, не знаю, придирчиво отношусь, я не знаю. Вообще, это видео я должна была отвечать на вопросы. Я трем человек ответила в комментариях, что я порассуждаю на эту тему. Видео. Просто здесь такие темы, которые хочется обсудить. И хочется узнать ваше мнение. Мама еще ковры хотела дать этой компании. Я маму остановила, маму говорю, пусть сначала диван помоют, посмотрим, как они моют. Потом уже. Ну, ковры это недорого. Ковры это копейки. У меня просто, знаете, такое ощущение, как будто я порвала эти деньги и выбросила. Вот. Такая вот ситуация. Возможно, у нас какой-то материал у дивана такой, который не отмывается. Еще что-то. Память закончила, точнее, во флешке. И видео приостановилось. Вот. Кстати, когда приедет моя камера, я хочу свою влоговую продать. Если кому-то нужно, то обязательно пишите мне на пиар-аккаунт. Регине, напишите, кому нужно, кто живет в Баку, нужна камера. Я ее покупала ровно год назад. В Канта Хоми до сих пор на нее есть гарантия. И она отлично снимает, не глючит. Я просто покупаю себе последнюю, поэтому хочу это продать. Так что, если кому-то нужно, обязательно пишите. Может быть, среди ваших знакомых, родственников. Кто-то хочет заняться блогингом. Вкуснотища. Давайте еще один мандарин. У меня ассоциация прям с Новым Годом. Это прежде всего мандаринчики. Как они пахнут. Как они пахнут. Однажды, раньше, когда мы были с детьми, у нас как бы в школе были елки. Ну, как елки. Сейчас все так культурно. Сейчас у меня вот племяшка идет на Новый Год. В какой-то ресторан дорогущий. Там шоу-программа, анимации. А у нас не так было. У нас это в кабинете физкультуры. Ставили елку. Ставили вокруг елки подарки. И сам физрук переодевался. В Деда Мороза. А учительница по музыке была Снегурка. Раздавали нам подарки. Моему брату, как только дали подарок, он сразу его открыл. Начал вот так вот листать, что же там есть внутри. И вдруг он увидел мандарин. И он так вытаскивает мандарин. Мама! Начинает кричать. Мама, мама, здесь мандарин есть. Мандарин, мама! Маме так стыдно стало. И мама запомнила на всю жизнь этот момент. Мама говорит, все на меня так посмотрели, как будто ребенок в жизни никогда мандарина не видел. Ну просто брательник всю жизнь обожает мандарином. Он может прям килограмм за 15 минут съесть. И никакой аллергии на цитрусовые. Счастливый человек. На этом все, мои хорошие. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Не забывайте подписываться на меня. Всех люблю, целую. Пока!